МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Николай Кузнецов. Здравствуйте. В правительстве Севастополя отчитались об исполнении бюджета за первое полугодие 2023-го. Доходная часть составила 42,5 миллиарда рублей. Это чуть более половины общей суммы, запланированной на год. Основные источники финансовых поступлений – налог на доходы физических лиц НДФЛ и федеральная субсидия. В качестве положительной тенденции отмечен планомерный характер поступлений в казну региона и затрат. Всегда был основной упор в декабре. Но сейчас мы видим, что практически равномерно в течение года. Мы использовали на 16 миллиардов рублей больше в начале этого года. То есть на 60% чем в прошлом году. То есть, скажем так, согларовалось свое поручение президента, который сказал, что необходимо бизнесу давать до 50% авансирования. Мы это отчитались, недавно подготовили, представили доклад соответствующий. Идет у нас ритмичное выполнение всех социальных обязательств. Время оплачивается заработная плата, все пособия, компенсации выплачиваются. То есть нет у нас никаких проблем с финансированием расходов. Несмотря на то, что у нас бюджет мы закончили за первые полгода с дефицитом 972 миллиона. Алексей Плотников добавил, что программа развития Крыма и Севастополя в отношении задач нашего региона за отчетный период реализована на 45%. А вот резервный фонд в связи с расходами на специальную военную операцию почти полностью использован. Художественный музей имени Крашицкого получит 100 миллионов рублей на оборудование, специальные конструкции для размещения картин и дополнительное освещение в отреставрированном здании на проспекте Нахимова. В правительстве Севастополя сообщили, что необходимое оснащение для учреждения уже заказано и прибудет в наш город в сентябре. Теперь мы нашли еще 100 миллионов, чтобы купить необходимое оборудование дополнительное. И просто его сделает и установит тот же подрядчик, который занимался реставрацией. Правильно, да? Совершенно верно. Открытие художественного музея имени Крашицкого – событие, которого севастопольцы ждут уже пять лет с лета 2018-го. Реставрационные работы завершились в январе этого года, и сотрудники учреждения надеются встретить его 96-й день рождения 6 ноября уже в историческом здании. Строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Верхнесадовом и в Инкермане существенно подорожало. Увеличение итоговой сметы обусловлено ростом цен на строительные материалы. При этом, как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Верхнесадовом уже завершен. Ожидается лишь поставка недостающего спортивного оборудования. Полноценное открытие комплекса запланировано на сентябрь. У нас, соответственно, после удорожания стройматериалов заходили повторно подрядчики в экспертизу. И мы сейчас должны будем увеличить, потом изыскать в госпрограмме и скорректировать средства, правильно? Да, совершенно верно, Михаил Владимирович. Там сколько удорожания? 47 миллионов. 47 миллионов, да, помню. А была полная стоимость объекта какая примерно? Верхнесадовый фокус? Верхнесадовом первоначальная стоимость? Да. 125 миллионов. Сейчас 172, окончательная цена. Хорошо. Предлагается поддержать. А вот фокус с плавательным бассейном в Инкермане обещают завершить к концу этого года. Стоимость контракта на его строительство также увеличена на 62 миллиона рублей. Увеличение стоимости на 62 миллиона образовалось в результате пересчета стоимости по постановлению 13-15. И были произведены ряд корректировок по некоторым разделам средства, предусматриваются в государственной программе социально-экономическое развитие. В Севастополе завершается седьмой международный фестиваль оперы и балета Херсонес. В эти дни проходят показы спектакля «Страсти по бомбарашу» театра Олега Табакова. Режиссером драматической постановки выступил Владимир Машков. Это первые гастроли труппы Московского театра со спектаклем «Страсти по бомбарашу» написал в своем телеграм-канале глава региона Михаил Развожаев, присутствовавший на премьере 9 августа. Подготовка выступления заняла больше года. В Севастополь приехали 117 человек, из которых 60 артисты. Спектакль будет идти на открытой сцене Херсана Сатаврического еще 12 и 13 августа. В Севастопольской центральной городской библиотеке имени Льва Николаевича Толстого каждую вторую среду месяца проводят цикл лекций «Десять фактов о». Встречи проходят в информационно-образовательном центре «Русский музей. Виртуальный филиал». Читателей знакомят с творчеством и бытом великих русских художников. На этот раз, 9 августа, слушателям рассказали об Илье Репине. Илья Репин очень любил менять свои картины после того, как их уже купили. И, конечно, для тех, кто приобрел картины, это было таким, с одной стороны, неудобством, а с другой стороны, таким необычным фактом, да, что художник мог прийти к ним домой и сказать, давайте я немножко доделаю. Вот, то есть мы стараемся разбавить это такими интересными, чтобы даже теория была, было интересно слушать легко и воспринималась. Биографию и изображение картин русских художников в библиотеке имени Толстого предоставил «Русский музей» из своей виртуальной коллекции. Следующую лекцию запланировали на 13 сентября. Читатели познакомят с историей жизни живописца Кузьмы Петрова-Водкина. Встреча состоится в 18 часов 30 минут. Вход свободный. В Севастополе начался сбор винограда. Один из самых ранних сортов сельхозкультуры – янтарный мускат. Сотрудники Севастопольского винодельческого завода уже перерабатывают в благородный напиток. Для этого около 30 рабочих ежедневно срезают спелые грозди винограда, грузят в прицеп трактора, который отвозит урожай в производственный цех. Далее из янтарного муската получают игристое вино. Сезон уборки винных виноградников, как правило, стартует в начале августа и заканчивается в конце октября. Севастопольский винодельческий завод первым среди коллег приступил к сбору урожая с полей своей дочерней компании «СВЗ Агро». На нашем предприятии существует два вида сбора. Первый из них, это вы видите сейчас, сбор непосредственно в нержавеющую лодку. Работники идут по рядам, собирают. Второй же способ – это у нас имеются металлические бункера, покрашенные специально обработанной грунтовой краской пищевой. Расставляются здесь на дорогах. И люди выносят ведрами сюда, в них высыпают. Здесь уже погрузчик непосредственно высыпает в такой же агрегат и увозит. Всего в этом году Севастопольский винзавод рассчитывает на 2000 тонн винограда. Первым созрел мускат янтарный, один из ранних сортов. На данный момент собираем мускат янтарный. Значит, планируем собрать 40 тонн, количество 7,2 гектара. Дальше подходит у нас шардоне, это 17 гектар. Всего имеется в совхозе 587 гектар винограда. Задействовано на данном мероприятии 3 единицы техники и 30 человек личного состава. После того, как виноград собран, трактор отводит его в первичный цех. Важную роль играет время транспортировки. Оно не должно превышать 4 часов. На Севастопольский винодельческий завод свежесобранный мускат янтарный попадает менее чем за час. Виноград приходит к нам на приемную площадку и разгружается в приемные бункера, где затягивается шнеком в дробилке. В дробилках происходит отделение гребней от мезги. Мезга попадает в мезго ямы, в мезго корыта, а гребни по транспортеру в бункер на утилизацию. Мезга в дальнейшем перекачивается в пресса, где происходит отделение сусло-самотека от прессовых фракций. Сусло-самотек – это самая ценная фракция сусла, которая идет на игристые виноматериалы. После того, как сусло-самотек получен, специалисты подают его на брожение в отдельную емкость. Из раннего сорта муската янтарного получаются белые вина. После брожения уже выброженный виноматериал, не осветленный, снимается с дрожжей на дальнейший отстой и отдых. Происходит ряд еще технологических операций, после чего виноматериал осветляется и отгружается в цех вторичного виноделия. То есть мы выработали уже готовый виноматериал, идущий на игристые вина. Специалисты первичного цеха следят за показателями температуры на каждом этапе производства. Отстой сусла происходит при температуре 12-14 градусов. При этой температуре все осадки осаждаются. И потом в дальнейшем осветленное сусло снимается, а дрожжи откачиваются, а гуще откачиваются отдельно. Брожение происходит тоже регулируемая температура. И брожение на белые виноматериалы происходит при температуре не выше 15-16-18 градусов. По словам начальника цеха первичного виноделия Севастопольского винодельческого завода, во время сезона на веренном ей этапе производства перерабатывается полсотни тонн винограда в день. Из этого в дальнейшем получают около 35 тысяч литров готового игристого напитка. Такие объемы производства, когда Севастопольский винодельческий завод столкнулся с финансовыми трудностями, отчасти возможны благодаря поддержке правительства города. Непосредственно само предприятие, на котором мы с вами находимся, получило государственную поддержку на шпалеру. Это позволило им установить шпалеру на виноградники, которые были высажены два года тому назад, и что в принципе является необходимой, неотъемлемой частью технологического процесса выращивания винограда. То есть предприятие, несмотря на то, что есть сложности, оно продолжает пользоваться мерами государственной поддержки, и мы им возмещаем эти расходы. В ближайшие дни к сбору урожая присоединятся и другие предприятия по производству вина. Всего в этом году в нашем регионе запланировано собрать 24 тысячи тонн винограда и выпустить 31 миллион бутылок алкогольного напитка. Антон Шлячков, Юрий Реутин, Севинформбюро. Уличная акция «Дарю тепло» в течение трех дней собирала севастопольских ребятишек в разных точках города. Встречи по популяризации дворового спорта по всей стране проходили при участии уполномоченных по правам ребенка. На спортивных площадках, во дворах многоэтажек, под руководством профессиональных тренеров дети учились играть в футбол, волейбол, занимались общей физической подготовкой. Уже несколько лет на спортивных площадках в севастопольских дворах очень шумно. Профессиональные тренеры занимаются здесь футболом, волейболом, фитнесом и другими спортивными направлениями с детьми и взрослыми. На улице Флагманской дети играют в мини-футбол. То есть приходят, спрашивают, а можно нам на площадке с вами позаниматься? Мы всегда рады. Конечно, приходят. У нас есть инвентарь, мы выделяем инвентарь. Я как инструктор им рассказываю, показываю, объясняю. Даже у нас есть свой тренировочный процесс. То есть мы разминочку проводим, как спортсмены, растяжку. И вот у нас в основном элементы футбола. Такие занятия на свежем воздухе проводят в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Он направлен на то, чтобы привить севастопольцам любовь к спорту и здоровому образу жизни. Особое внимание детским тренировкам. Замечательная акция в Севастополе, которая длится уже на протяжении не одного года. «Спорт в каждый двор» как раз сейчас и обретает вот такую полную силу. Потому что в городе уже действуют шесть оборудованных специальных спортивных площадок по линии управления молодежью и спорта. В городе у нас действует 31 спортивный клуб, где работают специально молодые и не только опытные тренеры, которые как раз и вовлекают детей». Занятия спортом на свежем воздухе уже полюбились многим севастопольцам. Удобно, когда любым видом физических упражнений можно заниматься прямо в своем дворе. «Мне посоветовал этого тренера мой друг. Я пришел сюда, мне понравилось заниматься, я стал намного лучше играть в футбол. Мы сейчас еще занимаемся на 48-й школе». В течение трех дней занятия во дворах посещала уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Встречи с детьми организовали в рамках акции «Дарю тепло», темой которой в этот раз стали спорт и здоровый образ жизни. Задача – выяснить потребности молодого поколения, а также рассказать и показать им, как можно интересно и активно проводить свое свободное время. «Когда мы проводили опросы, вот так, неформально, да, дети, ну, часть ответов были, ну, не к радости моей, потому что многие дети говорили, что мы хотим есть спать и просто быть в гаджетах. Нам не хватает именно этого гаджета. И когда я спрашивала, почему, ну, потому что там интересно». Еще одна цель акции – показать детям, в чем заключаются традиционные ценности, объяснить значение дружбы, семьи, привить понимание здорового соперничества. «Ну и самое главное, с моих позиций, вот для меня, они учатся правильному общению, такому азартному в футболе, но деликатному в жизни. Детей тоже этому надо учить, правильно общаться, не обижаться, не наживать себе врагов». Акция «Дарю тепло» впервые прошла 1 июня этого года. Получив хороший отклик, ее решили сделать ежегодной. Планируется, что она будет проходить в летние месяцы, чтобы встречи можно было организовать на свежем воздухе. Марина Шумейко, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный плюс семь девятьсот семьдесят восемь девятьсот тридцать один тридцать один. Уточнить информацию или оставить свою вы можете, как обычно, на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей. Удачного вам завершения рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова